Всем привет, с вами Ирина Корнева, вы смотрите мой свадебный блог, и сегодня тема выпуска план выездной церемонии. Вопрос задала Анна Муратханова. Анна спрашивает следующее. Так, какой должен быть план свадебной церемонии? Когда клятвы, когда согласие и прочее? Еще будет церемония, спечатали бутылки вина, ее лучше провести на выездной или во время банкета? Я так понимаю, что церемонию Анны будет проводить ее подруга, поэтому вопрос и выступил. Поехали! Анна, ну прямо такого, что необходимо сделать только так, и план только такой должен быть, и больше никакого быть не может, ну такого я говорить не могу. Я могу сказать, как чаще всего делаю я, и как чаще всего делают наши регистраторы. Значит, берите ручки, пишите, записывайте, какой должен быть план. Изначально должна быть вступительная речь, то есть вы должны поприветствовать, точнее ваша подруга должна поприветствовать ваших гостей и рассказать, по какому поводу, в общем-то, мы сегодня здесь собрались, что будет происходить. После этого она должна поприветствовать и пригласить к арке либо друзей жениха, если у вас будут друзья жениха выходить, либо жениха. Дальше приглашается к месту выездной церемонии либо подружки невесты, если опять же подружки невесты будут выходить, либо невеста в сопровождении папы. Конечно, под каждую, вот важный момент, здесь на самом деле ключевой момент, чтобы под каждую, абсолютно каждое действие была определенная музыкальная зарисовка. То есть изначально, когда первая вступительная речь, это одна музыкальная зарисовка, выходят друзья жениха, это другая музыкальная зарисовка, она уже более живая, то есть друзья жениха, ну не надо, не должно быть такое, что друзья жениха там выходит по ту же музыку, Что и вступительная речь регистратора Дальше выход жениха Это следующая музыкальная зарисовка Выход подружек невесты Опять же другая какая-то музыкальная зарисовка И выход невесты, соответственно, также следующая музыкальная зарисовка После этого регистратор продолжает свою речь И рассказывает немножко о паре Чаще всего рассказывается небольшая история О том, как ребята познакомились Как они проводили время вместе Как они пришли к этому решению Стать сегодня мужем и женой Дальше иногда рассказываются какие-то персональные данные Рассказываются не только про молодоженов Но и про близких людей То, что вы видели и про что вы мне говорите Это рассказывается про родителей, про бабушек Если бабушка играла серьезную роль в жизни молодоженов Например, жених все лето проводил у бабушки Для него бабушка ассоциируется с теплыми пирожками, с горячими Ассоциируется с отдыхом, с добротой и так далее Может быть, с какими-то даже секретиками И вот такие вот вещи как раз-таки рассказываются в следующем этапе После того, как рассказалось про родителей Если молодожены произносят клятвы Перед тем, как молодожены произнесут клятвы Опять же, регистратор рассказывает немного еще про молодоженов И дает некую такую вступительную речь перед клятвами После вступительной речи передается микрофон молодоженам Молодожены говорят друг другу клятвы Глядя друг на друга После клятв молодожены либо ставят подпись в акте брачного союза Либо, если подписи они не хотят ставить То, соответственно, после этого они обмениваются обручальными кольцами После того, как ребята обменялись обручальными кольцами Как раз-таки можно либо завершить регистрацию уже Либо сделать ту самую церемонию запечатывания Ну, знаете, какой момент? Тут момент в том, что если на банкете нет никакой трогательной церемонии То лучше взять эту церемонию на банкет Если банкет не подразумевает никаких трогательных церемоний Например, у вас банкет в каком-то драйвовом режиме Или, может быть, у вас какой-то квестовый банкет То, соответственно, да, лучше ее сделать на выездной церемонии Если все-таки подразумевает, то лучше, конечно, запечатывание взять на банкет И вот в тот момент, когда обменялись обручальными кольцами Ребята, можно сделать для вас, для молодоженов церемонию запечатывания любимого напитка Рассказать про письма и положить этот любимый напиток в короб И чтобы вы запечатали этот любимый напиток Дальше опять звучит речь от регистратора Регистратор рассказывает, что мы делаем, зачем мы это делаем Через какое время открыт будет этот напиток И когда уже церемония завершится, показывает этот напиток всем После этого регистратор может вручить вам акт брачного союза в папочке Ну, ваше свидетельство о браке, иначе говоря В папочке вашей И пригласить, прежде всего, родителей на карке Чтобы родители поздравили Сначала поздравляют родителей, затем уже поздравляют Ну, родители, бабушки, дедушки Затем уже поздравляют близкие люди После этого поздравляют уже подружки, друзья и так далее Вот такой вот, в общем-то, план действий И после того, как все поздравили Обычно делается коллективная фотография Совместная Я вот всегда рекомендую делать коллективную фотографию Вот именно в начале банкета Именно в момент церемонии Потому что все еще свеженькие Все только-только приехали на вот это мероприятие Все еще пока с накрашенными губами не съели помаду С свежей причесочкой В платьях свеженьких Ну, в невмятых, да Потому что дальше, ну, может быть такое Что сел на стульчик, помялся Вот, и поэтому фотографии, конечно, лучше делать в самом начале Когда все еще, все гости свеженькие Когда молодожены еще свеженькие Вот такую вот общую фотографию И зачастую, когда делается вообще фотография Если есть перенос арки, например, на площадку Да, если есть вот эта вот оптимизация бюджета Когда молодожены заказывают арку И эта же арка потом уходит за президиумный стол Вот в тот момент, когда делается фотография Вот эта вот фотография сделалась И гости еще какое-то время находятся с молодоженами Иногда они поздравляют Вручают помимо цветов еще и подарки в этот же момент И в тот момент, пока происходит Уже потом, уже после всех фотосессий Когда происходит просто общение с гостями Переносится арка и относится ее наверх и устанавливается Дальше гостей, если арку еще не успели перенести Гостей приглашают на фуршет Гости немножечко еще фуршетничают В тот момент, пока арка идет и устанавливается И после этого же гостей приглашают на банкетную площадку И следом самый последний приглашает молодоженов Вот таким вот образом происходит, вы знаете, церемония Ну, обычно Но я не могу сказать, что вот только так и больше никак Естественно, у кого-то может быть по-другому А, вы спрашивали, когда согласен, согласен, не согласен После клятв Клятвы произнесли После этого уже вы произносите самые главные слова в своей жизни И говорите вот то самое «да» И уже после этого либо подписывайте акт Либо обмениться обречальными кольцами Я надеюсь, что мне удалось ответить на ваш вопрос Если это так, то ставьте, пожалуйста, пальчики вверх Напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему Каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео Всего хорошего и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok